Всем привет! Сегодня на обзоре у нас будет экшн камера от Xiaomi. Она называется Xiaomi UI. Я надеюсь я правильно прочитал её название. Поставляется экшн камера в такой вот плотной картонной коробке. Это не какой-то там фуфлышный мягкий картон, который там упал и сразу помялся. Тут довольно-таки прочный, надёжный картон. Ну, как говорится, всё в стиле самой фирмы Xiaomi. У них все продукты довольно качественные и довольно красивые и надёжные упаковки. Камера бывает двух типов. Обычная и Travel Edition. В Travel Edition в комплекте есть Monopod. Не в этой, не в Travel Edition нету AquaBox. AquaBox для данной камеры покупается отдельно. Вот, давайте откроем коробочку. Я уже её, конечно же, открывал, проверял. Так, вот так вот выглядит. Открытая коробка. Сразу навстречает камера. Вот, я выбрал зелёного цвета, потому что белого цвета она будет маркая. Со временем пожелтеет резина, которая сверху у нас идёт. И поэтому вот мой выбор пал на зелёную. Конечно же, с объектива я уже снял плёночку, но оставил плёночку на самой камере. И сейчас мы от этой плёночки с вами избавимся. Всё, я убрал эту плёночку. Смотрите, какая красота. Это очень красивый дизайн. Xiaomi молодцы, постарались на славу. Вот, так вот выглядит камера вокруг. Тут, конечно же, уже я вставил батарейку. И давайте посмотрим, что у нас дальше есть. Так, чтобы достать внутреннюю часть, нужно её на себя потянуть. Так, внизу у нас есть какая-то небольшая инструкция, которая вот так вот вылазит из коробочки. Так, Xiaomi, Ui. Ну, тут, в принципе, всё на китайском. Русскую инструкцию можно спокойно найти в интернете, либо найти какое-то сопутствующее видео. Так, такая вот инструкция. И такой вот маленький коробок. Открываем. Здесь мы видим кабель и отсек под батарею. Тут я оставил бумажечку, в которой была завёрнута сама батарея. Так, кабель маленький, как идут в комплекте с пауэрбанками от фирмы Xiaomi. Но здесь у них такое новшество, это резиночка. Когда брал пауэрбанк, то у меня не было такой вот резиночки для того, чтобы кабель был всегда свёрнутый. Кабель, как обычно, короткий, маленький. В общем, в стиле Xiaomi. Ну, для мобильных телефонов, конечно, у них нормального размера кабели. Это для пауэрбанков. Для камер таких кабеля они делают маленькие. Так. Сейчас я это всё немножко приберу. И мы будем смотреть на камеру. Так, у нас тут сзади есть два отделения. Первое отделение. У нас так вот открывается. И здесь у нас батареечка. Батареечка у нас достаётся с помощью язычка. Вот такой вот язычок. И просто тяните на себя. Вот. Всё, я достал. Батареечка у нас тоненькая, на 10 тысяч 10 миллиампер часов. Вот. Такая батареечка. Небольших размеров. Так. И ну, и дальше у нас внутри написано модель. А какая ревизия? Это у нас ревизия с буковкой L в конце. Так. Там существует несколько типов ревизий. Вот. Это у меня 22L. Z22L. Так. Сейчас я убираю обратно батареечку. Видите, ещё есть место такое небольшое. Могли бы как-то умудриться и побольше запихнуть батарейку. Но всё потому, что на крышечке у нас идут такие вот мягкие штуки, которые будут уплотнять батареечку нашу. Так. Всё. Вот. Я закрыл. И с другой стороны у нас идёт ещё три разъёмчика. Мини-HDMI, USB и разъём под microSD карту. Вот у меня есть SD-шка, microSD-шка на 16 гигабайт. Фирмы Kingston. High Speed. Тут 10 класс. Для того, чтобы нормально можно было писать видео в 1080p с частотой 60 кадров в секунду. Так. Сейчас я засуну. При покупке данной камеры стояла старенькая какая-то прошивка, в которой не было возможности писать видео в расширении 2К. После обновления прошивки такая возможность появилась. Так. Что мне понравилось в этой камере? Так вот, с первого взгляда. Конечно же, её дизайн. Дизайн очень красивый. Один минус, но он не очень большой, это то, что Xiaomi сделала всего лишь два цвета. Это такой вот зелёненький и белый. Белый очень маркий, как по мне. И вот эта вот часть, она бы желтела со временем. Но поэтому я выбрал зелёную. Были бы какие-нибудь тёмно-синие, чёрные, было бы прекрасно. Ну, а так сказать, май ему шо май ему. Ну, и на этом спасибо. Так. Спереди у нас сам объективчик. И кнопка включения. И смена режимов. То есть, нарисован значок фотоаппарата и значок камеры. Так. Дальше у нас сверху есть кнопка. Кнопка для включения записи видео, выключения. И делание фотографий. Нажимаете и фотография делается. Также у нас сверху точка. Это микрофон. Индикатор. Вокруг этой кнопки тоже есть один большой индикатор. Так. С одной из сторон у нас и кнопка включения Wi-Fi. И синий индикатор. Так. С другой стороны у нас пусто. И снизу у нас есть резьба. Очень не хватает такой резьбы на других экшн-камерах. У меня до этого была GoPro Hero 3 Plus Silver Edition. И очень большой минус в том, что эта камера, ну, не эта, а GoPro, цепляется только с аквабоксом на какие-то другие вещи по типу моноподов, штативов, налобных креплений и прочее, прочее, прочее. Здесь же есть резьба. Вы можете ее спокойно просто накрутить на штатив и все, и пользоваться. Это просто огромнейший плюс в данной экшн-камере. Так. Давайте теперь поговорим о характеристиках этой экшн-камеры. Угол обзора камеры у нас 155 градусов. Матрица стоит от Sony. Расрешение 16 мегапикселей. То есть, Sony делает довольно неплохие матрицы. У них очень хорошие камеры. И поэтому эта камера по многим аспектам выигрует те же GoPro. Так. Процессор обработки изображений Umbrella. Все характеристики будут, в принципе, в описании. Почитайте. Есть возможность съемки видео в Full HD в 60 FPS. В 2К, если я не ошибаюсь, в 30 FPS. Поддерживает флешки до 64 гигов. Если у вас есть аквабокс, то вы можете ее погружать на глубину 40 метров. Стандартный крепеж. Потом есть официальное приложение для мобильных телефонов, для Android и для iOS. Также встроенный Wi-Fi для того, чтобы подключиться с телефона, с планшета, с таких устройств. И есть Bluetooth для того, чтобы управлять камерой с помощью двухкнопочного пульта. Пульт стоит около 4-5 баксов. На вид довольно он такой привлекательный. Черненький, средних размеров. Так. Дальше у нас камера весит 72 грамма. Довольно мало микрофон. Если я не ошибаюсь, двухканальный. И он пишет в стерео. Но это мы будем проверять, потому что много из экшн-камер от Xiaomi имели брак с микрофоном. И чтобы этот брак починить, надо разобрать верхнюю крышку, достать микрофон, очистить его от поролона какого-то и обратно засунуть. И тогда звук будет писаться намного лучше на эту экшн-камеру. Давайте теперь перейдем к обзору мобильного приложения для данной экшн-камеры. Вот я уже соединил нашу экшн-камеру с мобильным телефоном, с мобильным приложением. Это очень просто соединяется. Включаете экшн-камеру. Включаете сбоку кнопку Wi-Fi. Находите сеть Wi-Fi через мобильный телефон. Заходите в приложение и нажимаете соединиться. Так. Приложение не имеет горизонтального отображения. Поэтому будем как-то вот так вот смотреть на это все дело. Итак, давайте начнем смотреть, что у нас включает само приложение. Так. Есть справа кнопочка, при нажатии на которую... Что-то не могу попасть. Ага, вот. У нас открывается меню выбора режима. Верхние типы. Это у нас для фото. Нижние для видео. У нас есть фото. Таймер. Промежуточное фото. И серийная съемка. Внизу у нас есть видео. Вид какой-то снимает. Видео около 10 секунд. Я так и не понял, что это. И промежуточное видео. Давайте теперь посмотрим на настройки. Так. Настройки фото. Расширение 16 мегапикселей есть. И 13. Давайте теперь выберем видеорежим. Камера пикнула. Значит режим у нас переключился. Нажимаем на настройки. Разрешение 1080p. Также есть 2К. 2К у нас пишется в 30 фпс. Но у меня сейчас стоит 1080p на 60 фпс. Также есть 480p в 240 фпс. Но в этом режиме не пишется звук. Так. 720 в 120. Так. 960 в 48 в 60. И 1080 в 60. 48 в 30 и 24. Вот такие вот разрешения и режимы поддерживает камера. Здесь мы сможем увидеть текущий заряд батареечки. Какой режим выбран. И настройки этого режима. Также можно нажать на данную кнопочку. И мы увидим то, что снимает камера на весь экран. Дальше у нас есть альбомы и какие-то интернет всякие штуки. Так. Нажимаем на настройки. И у нас в настройках есть выбор качества. Высокая, средняя, низкая. Титры времени. Разрешение. Стандарт. NT, CT и PAL. Так. Режим замера экспозиции. Разрешение. Какой режим фото будет включаться по умолчанию. И много-много разных настроек. Xiaomi довольно-таки любит своих пользователей. И часто выпускает разные прошивки. Также на эту камеру можно ставить скрипты для увеличения битрейда. Для видео, создания автоматических RAW файлов при фотосъемке. И прочего-прочего-прочего. Все эти скрипты вы можете найти на сайте 4PDA. Так вот. У нас светятся сейчас красные индикаторы. Потому что сейчас включен видеорежим. Сейчас я переключу на фото. И у нас индикаторы не будут гореть. Давайте попробуем сделать пару снимков. Первый снимок. И второй сейчас. Вот так вот. Конечно же на улице будет фотографировать намного лучше. Так. И я сейчас попробую альбом камеры. Сейчас картинка имеет такой вот вид. Плохое освещение в принципе. Поэтому тесты будут на улице. В помещении. Видео, фото. Все это будет. Но чуть позже. И давайте сейчас я расскажу. Что я думаю по поводу данной камеры. Что мне в ней понравилось. И что мне в ней не понравилось. Так. Что мне понравилось. Конечно же цена данной камеры. Цена довольно таки небольшая. Я ее взял в Украине за 1900 гривен. Дальше. Что мне еще мне нравится. Это ее дизайн. Дальше мне нравится разъем данный. Для того, чтобы сразу можно было накручивать на моноподы. На штативы. На всякие такие штуки. Без скелета. Либо без аквабокса. Наличие блютуза. Наличие дешевого пульта. Ну и также всяких дешевых аксессуаров. Потому что аксессуары для данной экшн камеры стоят недорого. Так. Что если по внешнему виду. Мне не понравилось. Мне не понравилось то, что в данной камере нет хотя бы какого-то маленького дисплейчика. Где-нибудь вот здесь расположенного маленького квадратненького. Чтоб я мог посмотреть. Ну сколько же осталось до конца съемки. Сколько осталось минут. Сколько флешка еще сможет записать. Какой процент батареи остался. Был бы маленький дисплей. Камеры просто бы не было цены. Потому что она в какой-то мере рвет те же GoPro. Своим качеством записи и качеством фото. Но это все конечно же мое личное мнение. Также повторюсь что у меня была GoPro Hero 3 Silver Edition. И по сравнению конечно же эта камера выигрывает. Какой еще плюс есть у данной камеры. Данная камера как конструктор какой-то. Разбирается очень просто. Снимается верхняя крышка и все. Вы уже внутри. То есть если у вас проблема с микрофоном. Попалась такая партия с глуховатым микрофоном. Снимаете микрофон. Чистите и обратно засовываете. Все. Если у вас проблема с фокусом. Разбираете так же. Крутите фокус. Понравился фокус как фотографируют. И все. И собираете. То есть в этих аспектах камера очень классная. Так. Ну больше мне в принципе нечего добавить. Тесты будут в скором времени. Помещение. Улица днем. Улица вечером. Все это будет. Ну больше мне нечего добавить. Покупайте такую камеру. Очень советую. Понадобится в каком-то туристическом походе. В какой-то поездке. Миниатюрная. Удобная. Классная. Ну а на этом все. С вами был канал Рикки Решоу. Подписывайтесь. Оставайтесь с нами. Ждите новых видео. Пока-пока.